всем привет сегодня на канале обзор пивоварник мельница достаточно интересный продукт в первую очередь за счет миксера это прям огонь это прорыв и согласитесь нигде в домашних именно в домашних таких вот бытовых пивоварнях миксер ну я во всяком случае не видел чтобы использовался интересно посмотрим следующий момент это мешок для затирания совода это ну я не фанат затирания в мешках как-то называется blue in a bag да бяб затирания спорно грязно ну давайте давайте попробуем и решим плитка индукционная плитка которая позволяет регулировать температуру нагрева нашего сусла с точностью до плюс минус 0 5 градуса и стрессе с такой это классно это здорово опять же на рынке бытовых электроплиток я такого не видел да потому что обычно мощность ступенчато регулируется там с точностью до 100 до 200 ватт да вот чтобы регулировать градусы в домашних бытовых плиточках я такого не видел разве что xiaomi выпустила плитку но это чтобы начать регулировать температуру надо там все это ломать перенастраивать через приложение ну и опять же эта плитка выполнена в промышленном уже исполнении и спокойно выдерживает наш бак суслом ну то есть это вес 40 килограмм это хорошо давайте попробуем провести испытание немножко посмотрим на внешний вид на качество сборки погоняем на воде проведем замеры проведем замеры энергоэффективности плитки в этом нам поможет вот такой прекрасный прибор напряжометр определенный напряжометр по мощности по поддержанию температуры потом сварим 4 килограмма солода если вы помните я недавно делал сравнительный анализ делал отварочное и настойное затирание в случае отварочного затирания получилась начальная плотность 12 процентов 4 килограмм случае настойного 11 попробуем аналогично на этой пивоварне посмотрим если толк от миксера в данном случае что он нам сделает отличный но и в конце подведем какие-то выводы по может быть чего-то у нас получится модернизировать улучшить почему бы нет обсудим сделаем выводы почему это пивоварня еще мне интересно она позиционируется как что-то в серединке между совсем бытовым уровнем этот маленькие совсем домашние там условно за 30 тысяч пивоварни и уже профессиональным оборудованием пароводяными котлами и вот всей 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 вот этой вот истории которая уже вот к 100 тысячам приближается это где-то вот серединка интересно давайте погнали видео я разобью наверное на несколько частей ну просто чтобы все это не получилось там на час поехали в походном состоянии пивоварня достаточно компактная то есть это очень здорово что смотрите но если убрать все вот эти чехлы на рамки все это в сопутствующую историю вот снимаем чудо крышечку и смотрим все 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 чиллер мешалка шланги все помещается внутрь хранить перевозить но если вдруг вам по каким-то причинам захочется это удобно это плюс это мне нравится это хорошо давайте посмотрим что то там положили значит ну крышечка с клампом вы знаете мою любовь к таким крышечкам предохранительный клапан кламп на два дюйма и это хорошо и она такая конусом все как положено крышечка это хорошо обруч понятно обруч лопатка пивовара не знаю по моему она 5 у меня будет я честно говоря не знаю зачем ну наверно кому-то пригодится электрические провода термодатчик вот эту штуку отдельно обсудим когда будем смотреть на плитку это называется энергосберегающая рамка и я не понимаю чем она может энергосберегать и для чего она такая нужна рассыпуха полетели кламп барашки для подключения всего и вся силиконовая прокладка инструкция лавсановый мешок мешок такой солидный и что характерно у него сделано такое круглое дно ровно под диаметр пивоварни это хорошо шланг для слива шланг для чиллера еще шланг для чиллера этого к словам самому сладкому подбираемся да шток для мешалки он такой меня подмороженный немножко давайте посмотрим на качество сварки ну конечно бывает да нет не бывает нормальная сварка нормально все сделано но вот здесь вот какой-то вот наплыв небольшой не знаю фокус будет не будет нормальное качество сварки нормально лопасти мешалки лопасти мешалки но тоже в общем то ну нормально не нормальное качество нормальное железо железо руками не вернется дальше чиллер интересный с одной стороны у меня вызывают сомнения тоненькая трубочка такой вот тоненький диаметр здесь оно ничем не обработано то есть предполагается что шланг ты просто надеваешь наверх никаких у тебя ёлочек ничего здесь нету но зато все это достаточно прочно за счет двух креплений то есть это вот не такие вот брым 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 чиллеры которые просто скрученная стальная проволока здесь конструкция но более-менее прочная хорошо и самое-самое сладкое к чему мы приходим это миксер он же мешалка это хорошо посмотрим отдельно так ну и напоследок рамка для мешка и металлическая такая пластина чтобы мешок не раздувался от зерна не прилипал к стенке нашего бака если кто-то когда-то варил в мешке то наверное знает что вот когда вот ты все это развалил вот все вот так вот вот это расползлось по всему объему и потом этот мешок выдергивать вот так вот просто не выдернуть то есть приходится его сбоку подковыривать здесь вот эта штука вот железная такая пластинка выполняет роль вот этого как раз подковырщу подковыривателя это хорошо все ну и вот посмотрите какая груда великолепия и все это было сложено в один заторный бак звучит неплохо ну давайте перейдем дальше посмотрим как все это собирается работает значит что касается качество сборки и обработки деталей вот я собрал миксер ну вот смотрите попытаюсь фокус соответственно что касается зазоров и подгона деталей видно да она конечно не очень хорошая то есть конструкция безусловно крепкая и ну вот я не знаю ей можно хоть бетон мешать но конечно обработка подгонка все вот эти вот вот моменты ну можно сделать наверное немножко лучше но опять же это это и серии можно да ты пойди сам и сделай тем не менее но барашки закрутились все на своих местах немножечко резьба вот вот здесь вот чуть-чуть туго шла ну буквально чуть-чуть то есть я справился без каких-то особых усилий все скрутилось что касается рамки она собрана крепко действительно крепкая и вот ну вот гну руками и в общем-то с разумным таким усилием ничего не люфтит не гуляет но вот послушайте эти трубки полы и внутри болтыхаются остатки вот этих вот заклепок понятно это ни на что не влияет но на мой взгляд можно было бы ну чуть-чуть поаккуратнее собрать и вот эти вот заклепки я не знаю несут ли они какую-то функциональную нагрузку или они просто оставлены и ну вот здесь не отрезаны какой-нибудь там болгарка или чем-то не зашлифованы нету острых углов я сомневаюсь что мешок или что-то будет за это цепляться нет наверное это не страшно но общее впечатление такой немножко ну вот не заводской сборки скажем так миксер что мне сразу понравилось это хорошо все собрано на стандартных то есть вот компьютерных не не знаю как этот стандарт называется проводов они вот хорошие разъемы крепкая надежно все быстро разбирается быстро собирается включая миксер и давайте ну что очень хорошее усилие рукой мне его не остановить хорошее могучий мотор написано 36 ватт не знаю как это перевести в его именно механическое усилие которое он передает но он он серьезно хорош ну и вот перемешивая ничего не перегорает не вылетает предохранитель он не останавливается хорошо смотрите какие руки хотя после общения вот с этой железякой ладно сейчас помою перейдем к обзору хорошо миксер работает хорошо причем вот смотрите видите шток то есть он достаточно хорошо центрован в принципе ну есть небольшое биение но она очень незначительная и я бы даже вот не стал к этому придираться работает достаточно тихо собран ну собран железо не тяжелый горит лампочка миксер это самое наверное ценная и интересная история во всей пивоварни выключаем миксер откладываем в сторону это однозначно зачет я даже не буду придираться качеству вот сборки этих лопастей бог то с ними даже не знаю нужно ли делать их разборными и давать возможность вот этой вот хваленой регулировки по высоте мне кажется если миксер снизу весь наш затор перемешивает верхнему затору который вот теоретически где-то вот здесь вот находится тоже хватит этой мешалки мешалка хорошие мешалки плюс оставляем крышечка я очень люблю такие крышечки это классно это знаете но как на кухне можно иметь отдельно миксер мясорубку блендер что там вот все все там на вот эти вот бытовые приборы а можно один кухонный комбайн он занимает гораздо меньше места и мне просто кажется это очень очень хорошее изобретение то же самое крышечка кламп стандартный на 2 дюйма это же здорово да во первых подключили миксер отлично это задумка авторов подключили колонну и варите свой любимый самогон замечательно подключили не до колонну и собираем весь наш пар который у нас при кипячении сусла выделяется и вот эти там 3 литра жидкости у нас не по всем стенам а вот как-то собираются и уходит в канализацию шикарно не знаю если фантазировать дальше до поставьте гидрозатвор и бродите здесь свое сусло поставьте шпунт аппарат и сбродите под давлением но я не знаю бродит ли конечно в таких баках под давлением но с другой стороны почему нет да ну дрожжи можно собрать также снизу и пожалуйста бродите под давлением в общем крышечка это хорошо крышечка это отлично здесь сейчас сниму мешок сейчас покажу есть силиконовая прокладка обруч который герметично все это прижимает все это никуда не уйдет держит давление подрывной клапан слава богу в наличии так что с безопасностью тоже все хорошо огонь крышка это классно вот так вот выглядит мешок с этой сеткой ну и наверное все даже в реальной жизни даже как-то аккуратнее чем на картинках ну потому что вот он в размер он хороший он лавсановый если верить википедии то материал лавсан это пэт то есть да ну и бутылки наши пэд да это вот пластик но если мы доверяем разливая наше пиво в пэт бутылки но в общем то я думаю что доверять этому мешку тоже можно другое дело что понятно что через сколько варок он порвется насколько он живучий как он пожелтеет после там не знаю двадцатой варки пива и как его отстирывать отмывать кипятить это вопрос но в целом опять же вся конструкция не вызывает у меня отторжение вот можно посмотреть вот этот странная деталь которая не дает мешков прижиматься к стенке соответственно у нас нормально будет проходить вся фильтрация все выливаться в кран и мешок мы сможем легко выдернуть мешок как мешок что касается термодатчика здесь он подключается достаточно интересно существует предохранительная защелка которая позволяет его подключать отключать интересно не спорю нормально а вот что касается подключения термодатчика у меня вызывают вопросы в инструкции прямо написано затяните прямо вот затяните зафиксируйте термощуп и ни в коем случае ни за что его не доставать в процессе варки естественно конечно не доставайте потому что вот это вот гильза по сути это дырка и вот если не дай бог у вас вот отсюда чуп вылетит отсюда у вас потечет кипяток суслов все это будет хлистать и получается что вот с этим вот вот термощупом вы всегда должны ходить вот так вот вы моете бак вас болтается у вас вы носите его он болтается либо вы всякий раз раскручиваете закручиваете вот эту вот гильзу а если вы ее начинаете раскручивать она раскручивается вовсе не здесь для силиконового уплотнения а с внутренней стороны это конечно крайне неудобно и ну вот я смотрел но бывают же вот такие гильзы которые ну грубо говоря не просто отверстие сквозное а которые закрыты с внутренней стороны то есть взял туда щуп вставил ну хорошо у тебя мериться температура достал ничего никуда не вытекает на мой взгляд вот это вот минус и минус такой существенный я наверное в перспективе эту гильзу поменяю хорошо со щупом разобрались пойдем дальше плитка плитка выполнена добротно металлический корпус я ни секунды не сомневаюсь что она выдержит эти 50 70 килограмм охлаждение хотя вот тоже один только вентилятор охлаждения я не очень понимаю кто мешал сделать вот здесь вот на боковых на задней поверхности просто отверстия какие-то вентиляционные посмотрим зато плитка оснащается вот такой вот прекрасной железной рамкой я пытался понять зачем она нужна значит в инструкции если я правильно прочитал написано что это для энергоэффективности давайте расскажите изобретателям электромагнитной индуктивности что вот такая вот рамка повысит энергоэффективность какие-то обзорщики говорили что это сделано для того чтобы сусло к дну кастрюли не пригорало но по-моему это тоже не совсем корректно единственное что мне приходит в голову поскольку охлаждение у плитки реализовано не очень эффективно только один вот этот вот пропеллер снизу чтобы получался небольшой воздушный зазор между кастрюлей и самой поверхностью и вот это вот наша кастрюля в которой 100 градусов кипит прямо наше сусло вот она просто своим 100 градусами не прогревала эту плитку что плитка не перегревалась просто тупо чтобы хоть чуть-чуть было какое-то вот проветривание не знаю господа расскажите мне зачем нужна эта рамка когда я дома варю борщ на плите я не использую никаких рамок для энергоэффективности и для того чтобы борщ не пригорал ко дну велено использовать будем использовать но я очень не люблю и не понимаю когда я вот не понимаю зачем это нужно меня это бесит расскажите пожалуйста для чего нужна рамка дальше первое включение и плитка предложила мне проверить нагрев мощность 0 ватт давайте нажмем ну-ка ну-ка здесь показывается 2 и 3 киловатта что показывает наш напряжометр 365 ватт а вот 2 и 3 ну да 2 и 3 киловатта честно согласен хорошо не знаю насколько хорошо что я включил все это без воды но про воду не было сказано ничего наверное надо лучше выключить шумит слышите как шумит пропеллер не сказать что сильно громко но ну такой звук вполне реальный далее проверка миксера ну все сейчас ставим миксер посмотрим как будет работать миксер слушать а чё нам ставить у нас миксер вот наш миксер давайте сейчас включим миксер и посмотрим говорим в кул магия магия хорошо мне нравится выключаем что нам предложат дальше проверка датчика проверка датчика хорошо сейчас я подключу датчик подключил датчик и у нас показывает 353 нет если палец я держу то вряд ли тут 353 градуса 355 может какой-то сбой 355 ну пускай будет 355 даже 356 неважно хорошо пойдем далее необходимая первичная автонастройка смотри инструкцию инструкция кстати в электронном виде и очень подробная мне прямо понравилось хорошо погнали по авто инструкции по автонастройке продолжим да отлично мне нравится вот первое включение самодиагностика все на русском тебе не надо ничего выдумывать просто делай что написано и нажимай да да далее здорово автоматика реализована хорошо сейчас я пойду наберу 20 литров воды и поставлю посмотрю что будет как у нас работать значит чтобы следовать указаниям инструкции я набрал воды примерно 15 литров примерно на 1 на 2 сантиметра выше датчика знаете почему примерно потому что на баке нету мерной линейки мерной шкалы никакой нету то есть понимаете а у брумейстера вот здесь вот этот штырь с отметками у грейнфазера мерная линейка а у хмельницы нету грудуировки и мало того я смотрел видео и представитель хмельницы лицо можно сказать владислав кислицын предлагает мерить уровень воды железной линейкой железной линейкой серьезно нет я мужчина зажиточный у меня есть железная линейка но ребята пихать вот железную линейку в пивоварню ну это какая-то плохая история и ну в конце концов все-таки это достаточно точная наука и мы тут бьемся сколько литров промывочной воды там нам налить 13 там или 14 или все-таки 13 литров да мы там как-то пытаемся плотность мерить какие-то калькуляторы здесь примерно или в железной линейкой это конечно это фиаско и причем ну учитывая что это производитель нанести вот эту градуировку там не знаю ну вот какие-то рисочки это вот это вот прямо вот плохо ладно поругались переходим к следующей процедуре значит я хочу 15 литров это что-то не то не сё я хочу налить 20 литров и замерить мощность и время пока за которое наша пивоварня нагреет эти 20 литров воды погнали пока кипятится пивоварня решил завести чиллер ну а почему бы нет да заодно его прокипячу и проверю его эффективность как он эти наши 20 литров кипятка остузит и столкнулся с интересной историей до шланги это пвх то есть они достаточно жесткие на морозе и соответственно мягкие когда вы их нагреваете но разговор не про шланги обратите внимание сейчас сделаю крупный план в комплекте комплекте идут вот такие вот как это называется елочки фитинги фитинги для подключения ну каким-то нашим системам водоснабжения через которые мы будем соответственно подключать наш чиллер посмотрите на резьбу вот это вот резьба для примера это наша стандартная одна вторая бспт она называется если я не ошибаюсь на вот международном языке а вот это вот резьба от фитингов которые идут в комплекте да они красивые нарядные но к нашим вот водопроводным грубо говоря стандартным системам вы его никуда не прикрутите резьба разная соответственно два вот этих фитинга для подключения чиллера идут в помойку еще раз крупный план ладно я повторюсь мужчина зажиточный я нашел примерно такого нужного диаметра фитинг уже с нашей нормальной резьбой и сейчас смонтирую подключу заодно прокипячу чиллер он не пригодится для дальнейшего использования и будем ждать и засекать время пивоварня прокипятилась около часа занимает кипячение 20 литров сусла почему около часа я кипятил час 15 но я использую колодезную воду которая температуры сейчас около 3-5 градусов вряд ли вы будете заливать такую воду скорее все таки обычная там комнатная температура около плюс 20 на и у вас время кипячения составит час или ну вот даже чуть меньше чтобы не терять время я подключил чиллер и смотрите момент с чиллером 20 литров и чиллер вот верхняя верхний виток вот он чтобы не обжечься аккуратненько он не в воде а если мы повесим его на вот эти вот крючки вот сюда то в воде окажется ну наверно 1 2 а чего ждать сейчас повесим и посмотрим повесил на стандартные крючки и в воде оказалось нижние три витка но три с половиной витка из шести возможных на мой взгляд это не очень правильно и у нас и так то этих витков мало а тут мы еще наполовину достаем наш чиллер из воды давайте опустим его полностью и запустим воду замерим что у нас получается с охлаждением чиллер плюхаю обратно 20 литров кипятка но уже не кипятка уже вот 94 9 успела остыть немножко и начинаем охлаждать погнали 38 минут водой температурой 4 градуса я охлаждал наше сусло сусло кипяток на вот до 20 градусов то есть теперь можно спокойно безопасно для дрожжей сливать начинать носить дрожжи брожение приступать в общем готово 38 минут с одной стороны 38 минут наверное все таки многовато я виню в этом вот эти тоненькие шланги смотрите у меня ушло 100 литров воды грубо говоря 100 литров воды там не буду до точности до литра но вопрос не в том у вас всегда уйдет 100 литров воды но если вы возьмете толстый шланг там силиконовый какой-нибудь 12 диаметр до 12 на 14 14 наружный 12 внутренний возьмете толстую трубу много витков вы вот этот вот объем 100 литров воды вы его прогоните не за 38 минут а например за 20 минут но и можно подумать что на 20 минут какая разница я тут походил покурил там отдохнул нет хмель который мы вносим наше пиво подразумевается что мы вносим его на горечь вносим на аромат но и какое-то мифическое в середине до внесения на вкус который я не совсем понимаю так вот за 15-20 минут наш хмель из него успевают испариться все ароматические масла которые дают вот эти вот эфиры вот этот вот вкусный вкусный вот этот аромат это просто все превращается в горечь и поэтому задача нашего чиллера максимально быстро то есть вот таким потоком воды остудить это все но там пускай до 50 там градусов когда уже не будет вот такого активного испарения всех этих эфиров и потом спокойно догонять там до 20 уже не торопясь температуры чили работает вы сможете им остудить свое сусло да но вот я бы все-таки применял шланги и трубы потолще ну вот скажем 12 например диаметра вот еще забыл момент прежде чем приступать к выводам посмотрите во что превратились наши после первого кипячения барашки из нержавеющей стали я небольшой специалист по нержавеющей стали но почему-то мне кажется что после кипячения нержавеющая сталь так себя не ведет все теперь точно к выводам поехали закончили первое видео за окном уже темнеет я целый день все вот это вот снимал и позволю себе немножко выводов значит у меня во всяком случае по результатам теста на воде у меня сложилось впечатление что на пивоварне работали разные люди и какие-то люди абсолютно гениальные которых а вот другая компания их надо прямо за шею гнать значит что у нас получается да плита отличная то есть те парни которые вот придумывали вот эту электронику их просто на руках надо носить этих программистов почему потому что вопрос автокалибровки датчика очень спорный да то есть если мы говорим что в зависимости от высоты над уровнем моря до меняется давление меняется давление меняется температура кипения воды вот опять же если верить интернету я вот посмотрю что да действительно если вдруг мы захотим сварить пиво на вершине эвереста там температура кипения воды 72 градуса ну и вроде да имеет смысл но если взять там ленинградскую область у нас максимальная высота над уровнем моря 291 и 2 метра если взять московскую область 310 и 1 метр ну то есть погрешность вот это она ничтожная получается там один градус откалибровать можно и по-другому но пока ты все это не прокипятишь не сможешь все вот это вот распортировочную смазку там стружку там ну вот все 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 что это было просто не даст тебе варить пиво и у тебя не получится что ты сварил первое пиво и так умеришь он отдает маслом тут все плохо нет просто прокипяти и проверь гениально проверим режимы работы но почему-то я не сомневаюсь что если вот так вот начали программисты то они доведут дело до конца плита огонь мешалка сама по себе хорошие причинам мощная у нее ну нормальные вот эти вот лопасти там до нее можно собрать я до сих пор не знаю зачем мы было делать разборной это во первых удорожает конструкцию во вторых но зачем вот все вот эти вот щели там да какие-то стыки сделай монолитную мешалку и все будет круто но вот винтики чет как-то подвели на бак нормальный бак решение с термодатчиком спорная почему спорная если вот обратили внимание до 15 литров воды вот только-только покрывает вот верхний уровень датчика соответственно если взять 70 процентов где-то промывочной воды сверху мы на выходе получим там 25 прокипятим ну то есть минимальный объем пива который мы можем варить 20 литров а я вот например когда всегда меня спрашивают да много вопросов а какую пивоварню мне купить вот 50 или 70 литров сам для первого раза ребята пивоварение тем более домашнее это искусство это возможность попробовать сварить дома вообще любое пиво мира и не факт что это пиво тебе понравится не факт что ты захочешь что-то вот захочешь поменять что-то в рецепте да пожалуйста водка это варишь 10 литров пива ну это гораздо лучше для экспериментов чем 20 50 70 мы просто ну его либо пить и давиться либо выливать это и другое плохо вот сделать гильзу вот без дырки закрытую и опустить ее вот сюда вот ближе к крану и ты сможешь варить 10 литров пива и ты сможешь спокойно этот термодатчик подключать отключать как бы убирать снимать мыть бак это гораздо на мой взгляд это гораздо лучше по комплектации с одной стороны комплектация очень богатая ну действительно согласитесь да ты вот открываешь а у тебя там все у тебя шланги эти фитинги штуцеры допом их называют все все винтики то есть тебе вообще ничего не надо кран то все но с другой стороны бац и получается штуцер с резьбой какой-то не такой ну не наши не российская на российском рынке должна быть резьба российская соответственно стандарт в общем пока неоднозначно давайте попробуем поварить сусло на следующем обзоре это будет вот второй сварим повторюсь сусло из 4 килограммов того же самого бельгийского пилса повторим эксперимент посмотрим на эффективность посмотрим как пивоварня держит термопаузы но в общем должно быть интересно и подведем уже выводы уже вот окончательные пока до новых встреч